Приготовила свой стул на покраску, обернула его в огромный мусорный пакет, ножки подготовила таким образом, что завернула на нужную высоту, везде отмерила высоту, малярный скотч и потом пленкой пищевой сверху. И вот он мой спрей золотистый. Сейчас буду пробовать. Знаете, решила попробовать сначала одну ножку, одну сделаю и посмотрю, как это будет выглядеть. Если нам понравится, тогда будем делать и остальные ножки, и остальные стулья. Показываю вам последний вид перед тем, как стулья уже будут развернуты и поставлены. Побрызгала их спреем. Закрыла, кстати, вот эти вот пластиковые ножички, чтобы туда краска не попадала. Вот у нас самая приятная часть. Снимать скотч и пленку, и смотреть, что у нас получилось. Неудобно одной рукой, но я все-таки попробовала. Так, сейчас еще буду снимать скотч здесь. Ну вот, сейчас немножко почистить от скотча. И готово. Ну вот, друзья, и результат. Не обращайте внимания, у меня там на фоне просто робот-пылесос работает, поэтому шумно сейчас. Вот результат, как было справа и как стало слева. По-моему, я таким образом стулья немножко облагородила. Мне нравится, как это выглядит. Очень даже современно. Такие они получились. Модненькие. Даже не знала, с какого ракурса показать. Но, в общем, я результатом довольна. Денис тоже. Было, мне кажется, на мой взгляд, немножко скучновато. А сейчас такие, знаете, как будто ножки взяли в золотую краску, обмакнули. Еще раз сниму окончательно с того ракурса, как стулья у нас стоят. Я приклеила такие маленькие накладочки под ножки. К сожалению, их видно, но по-другому никак не сделаешь, чтобы они не царапали пол. Пол бы уже и так изрядно и царапали. Не хотелось бы продолжать это дело. Наклеила новенькие. Вот. Ну, в общем, мне нравится. Подходит к нашему интерьеру и выглядит так, ну, как-то более стильно, что ли. Заняло у меня это все два дня с миллионом перерывов, там, на покормить ребенка, поиграть с ребенком и так далее. Но результатом я осталась довольна. А как вам? Вот, друзья, у нас вот приехали мужички, двое, на машине. Вот видите, у нас тут пятачок такой на развязке. Только что один скосил траву, второй вот проходится, тут же убирает все это в мешок. Вот, то есть, понимаете, вот за этим самым стоит вся Германия. Здесь нет какого-то лоска, блеска. Но вот если есть кулачок какой-то земли, да, кто-то приедет в какая-то служба и обязательно за этим поухаживает и приведут в должный вид. Уберут сорняки, подстригут, что там никакого бурелома не будет. Мне кажется, это очень хорошо показывает, как вообще система жизни здесь. Вышли сейчас с ребенком погулять вечером. Уже солнышко садится, мы только вылезли. Ну вот на часик, знаете, чтобы просто свежим воздухом перед сном подышать. И смотрите, здесь есть такой домик, возле которого растут прямо кустищи, целые облепихи, которые уже оранжевые. Да, там у нас такая недружелюбная туча, хотя бы прогноза дождя нет. И вот на фоне такого неба облепиха, вся усыпанная ягодами. Ну, яблочками вас уже не удивить. Ну вот нашла чудесное такое дерево, которое уже просто ломится от яблок. И вы посмотрите, какие они здоровые. Вот такие вот яблочки. Висят наливные, крупные. Вот такое вот чудо-юдо. Прямо клонятся от веса, под весом этих гроздей яблочных. Я снова на своей любимой улице. И вот тут вот был домик такой старенький, вот на этом месте. Уже я и не помню, как он выглядел. И вот прошло совсем немножко времени. Уже все снесли, вырыли котлован и готовятся к стройке. Вот тут кран стоит. Сейчас люди пройдут. Такая другая техника и маленький экскаватор. Туалет для строителей поставили. Вот так вот скоро здесь появится новый дом в очень шикарном месте. А тут у нас очередная покупочка для сына. Знаете, уже целый дом всяких девайсов подобных. И все-таки необходим стульчик, на котором бы ребенок мог сидеть и есть. Вот, поэтому взяли такой от Safety First, Timber. Таких стульчиков, честно говоря, много разных разновидностей от других фирм. Подороже, подешевле. Но вот мне по отзывам и по цене понравился такой. У него, видите, здесь рисочки на боках. Можно эти досточки ставить на разные позиции. Получается, он аж до 10 лет ребенка может нам прослужить. Сейчас вот надо будет его собирать и смотреть. Я, кстати, взяла вот именно его в таком деревянном виде. Потому что если какие-то сколы и все, вот эта вот краска, если вы берете цветной вот такой стульчик, ну, а с ребенком сколы неизбежны, потом бы он, конечно, выглядел, ну, не очень, грубо говоря. Поэтому, я думаю, на дереве, даже если какой-то скол, все равно остается структура дерева, его цвет, и должно выглядеть, ну, как-то более-менее прилично. И отдельно взяла вот подушечку такую под стульчик. Это наверх, это вниз. У нас здесь в поселке есть такой старый дом. Видите, его давно не реставрировали. Он такой грязненький. Но я всегда прохожу и смотрю в окна сюда, потому что, смотрите, кто там живет в окне. Наша матрешка. Ну, тут разные, да? Такая, типа, мини-инсталляция. Но вот эта матрешечка прямо греет мне душу, когда именно проезжаю. Друзья, вы же знаете, есть такие маски, специальные для лица. Такие, типа, надеваются на нижнюю часть лица, чтобы якобы лицо не оплывало, овал лица не портился, и второй подбородочек у вас не появлялся. Так вот сейчас такая тема с этими масками. Можно их маскировать. Вот под эти маски. Такой идешь, а у тебя это все подтягивается заодно. Так мне смешно это. Ну, сейчас я, конечно, снимаю. Просто заходила в магазин, заходила на почту, и между ними там три минуты ходьбы, и я поэтому не снимаю, не убираю. Сейчас, конечно, сниму. Просто смешно мне стало, что это... Блюдим овал лица, короче, ходим. Друзья, сейчас готовлю такой луковый тарт. И у меня было недостаточно лука, но зато завалялись, можно сказать, грибочки, лисички в холодильнике. Вот я сейчас все подготовила. Попробую вместе смешать. Потом со сметаной еще, немножко добавлю молока, яйцами, и у меня будет такая начиночка. А тесто вот у меня уже готово. Готовая корзиночка для заполнения. Вот так все это выглядит в собранном виде. Сейчас посыпаю пармезаном и ставлю в разогретую духовку. А вот и результат, друзья. Сейчас будем укрытать такую красоту. Ммм, запах обалденный, друзья. Делается это за два счета. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok